Эфир общественного телевидения Приморья продолжает программа в центре внимания в студии Ирина Трофимова. И сегодня у нас в гостях Сергей Дубовицкий, министр профессионального образования и занятости населения Приморского края. И гости, участники чемпионата профессионалы, это Данил Веденеев и Артем Ихиев, причем Данил участвовал в чемпионате профессионала в 2022 году, а Артем приехал к нам буквально с соревнований. И мы говорим сегодня о чемпионате профессионалы. Это конкурс профессионального мастерства, в котором участвуют конкурсанты со всей России. Поправьте меня, если я что-то говорю не так. Все правильно. Все так? Расскажите нам, пожалуйста, кто вы по специальности? В чем вы соревновались сегодня? Какие конкурсы проходили у вас? Ну, у меня моя специальность называется «Ролейная защита и автоматизация электроэнергетических систем». То есть ты энергетик? Ну да, это относится к этой отрасли. И Артем тоже энергетик? Я тоже энергетик. Только у меня специальность называется «Электрические станции, сети, системы и их обслуживание». И оба вы студенты колледжа разных? Мы студенты одного колледжа. Промышленный колледж, энергетики и связи. Промышленный колледж, энергетики и связи. Вы как считаете, вы показали сегодня себя на чемпионате профессионала каким образом? Вот к Артему скорее вопрос. Ну, я, наверное, по большей части думаю, что достойно, но всегда есть стремиться куда выше. Сергей Викторович, в прошлый раз мы говорили с вами о чемпионате профессионалы в преддверии события, да? А сейчас мы можем говорить уже более предметно, потому что он начался. Да, он действительно начался как раз на прошлой неделе. Мы с вами буквально за пару дней до его старта встречались. Поэтому первый трек у нас закончился. И еще всю эту неделю будут на разных площадках колледжей и вузов проходить эти соревнования вплоть до 30-го числа. Поэтому, да, несомненно, еще неделя у нас такой соревновательный период. А это вот ребята, и вот непосредственно Артемка, который вот... Для него уже история соревновательная закончилась буквально сегодня. Ну, вот Артем до эфира рассказал нам, что буквально три ночи не спал, да? Там спал по три часа, очень устал, но уставшим пока не выглядишь. Но, наверное, ждешь вот когда можно будет уже немножечко отдохнуть. Да, держусь бодрячком. Готовился, читал теорию? Или почему не спал? Нет, больше тренировки. Постоянно что-то пилить, высчитывать углы, чтобы они стреляли. Да, вот интересно, как энергетик тренируется? На чем? То есть у нас было конкретное задание построить, можно сказать, мини-схему дома. То есть это всевозможные лотки на потолке, лампы, датчики движения, обычные выключатели, проходные выключатели, перекрестные. И также еще что-то типа системы автоворот. То есть когда ты решишь построить свой собственный дом, то оснастить его электричеством, системой, да, ты уже сможешь самостоятельно? Я, в принципе, на данный момент уже могу это сделать. Правда? И все будет хорошо? Короткие замыкания не предполагаются? Нет, я уже и работал по специальности. У нас на ЖСК Острове сделали три объекта, то есть три коттеджа полностью с нуля электрику, и также среди города пару квартир. И в новостройке, и в старом, так сказать, советском здании. То есть как ты считаешь, на сколько процентов сейчас ты владеешь профессией? Ну, никто никогда не владеет своей профессией на сто процентов. Ну, то есть, ну, чтобы сделать, ну, банальную электрику в доме, может, даже с какими-нибудь светодиодными лентами, ну, я справлюсь с этой задачей. Ну, Данила, а в твоем случае тогда у тебя уже за плечами такой, некоторый опыт существует, да? Ты в 2022 году принимал участие в чемпионате профессионала и принимал участие успешно? Ну, в принципе, да. То есть занял призовое место там на тот момент. Ну, и в последующем меня также пригласили еще поучаствовать в чемпионате от Росгидро, который проходил в городе Чебоксарах. Тоже специализированном? Да, тоже по релейной защите. Чебоксары, как их некто называют, столица релейной защиты, потому что там все заводы, которые производят технику, связанную с релейной защитой. А что такое релейная защита, если чуть-чуть перевести? Ну, релейная защита, по-простому, это... То есть релейщик занимается защитой высоковольтного оборудования. Это силовых трансформаторов, двигателей и турбин. Если мы с Артемом говорили про бытовое какое-то электричество, то в твоем случае это скорее что-то, что относится к промышленным предприятиям, правильно? Ну, да. То есть это уже генерирующие компании, генерирующие оборудование. Если я правильно поняла, тебя сразу пригласили на какую-то постоянную работу, когда ты показал себя в чемпионате. Ну, меня приглашали вот инженеры, которые приходили, были как экспертами из всяких предприятий прийти. Ну и в последующем, вот на моей последней практике, меня уже на самой ТЭЦ, на который я сейчас прохожу, пригласили уже, то есть прямо сейчас, заключить с ними контракт на трудоустройство. Ну и уже работать. Сергей Викторович, ну вот о чем это говорит? О том, что в крае вот такой дефицит квалифицированных кадров? Или все-таки ребята вот показали себя таким образом, что можно их брать сейчас как готовых специалистов? Ну, я думаю, конечно, и то, и другое. Действительно, рабочие профессии, специалисты со средним профессиональным образованием сейчас очень востребованы. 70% вообще всех вакансий, которые есть на рынке труда, они как раз относятся к рабочим профессиям и специальностям среднего профобразования. А с другой стороны, если их сейчас берут, и они уже работают, видите, ребята даже сказали, уже имеют опыт работы такой, за которую им платят зарплату, но, как мы понимаем, зарплату платить просто так не будут. Значит, они стоят этих денег, и есть куда развиваться, что вот видно по нашим ребятам. Означает ли это, что вырисовывается в регионе какая-то вот такая неплохая схема, да, подготовки квалифицированных кадров среднего звена, причем именно тех, которых не хватает? Я думаю, что здесь еще уместно сказать о том, что когда готовился чемпионат профессионала, многие колледжи оснастили дополнительным оборудованием по этой программе. Мы, конечно, его оснащали не под соревновательные процессы, а все-таки в первую очередь для образовательного процесса, чтобы ребята в период обучения могли пользоваться современным оборудованием. Какие-то колледжи в большей степени, в меньшей степени оснащены, но мы двигаемся в этом направлении поступательно, так, чтобы по каждой гарантированно, где бы ни обучался наш студент, в каком-либо колледже, в каком-либо городе или поселке, у него гарантированно должно быть качественное образование. Более того, мы сейчас еще и развиваем такое новое движение, что называется, когда студенты обучаются, условно говоря, в Кавалерово, в Дальнегорске, один или несколько модулей проходят в опорных отраслевых колледжах. Допустим, если это по энергетике, по электрическим специальностям, что называется, они обязательно в период своего обучения будут проходить обучение в какой-то модуль здесь, в Владивостоке, на базе Приморского энергетического колледжа. И мне кажется, это хорошая история не только с точки зрения подготовки специалистов, но и то, что ребята, обучаясь по одной и той же специальности, друг друга узнают, не только на соревнованиях, они же тут... Да, и возникает дополнительное общение. Видят своих будущих коллег, с которыми придется сталкиваться в дальнейшем. Сергей Викторович, а приведите, пожалуйста, пример, какое оборудование в рамках вот этого проекта, федерального, если не ошибаюсь, было закуплено для разных колледжей, может быть, по разным специальностям, не только что касается энергетиков. Ну, знаете, я не готов был бы прям так называть то точное оборудование, я бы сказал бы по отраслям. Вот это было бы более правильно. Но, во-первых, у нас по проекту профессионалитет. Мы заходим, у нас полностью все необходимое оборудование, там по нескольку мастерских, ну, там создано, на, ну, больше, чем на 100 миллионов рублей закуплено оборудование в ДВССК. Это дальнейшем судостроительный колледж в Большом Камне, где специализируется на подготовке вот под судостроение. Это деньги, которые даже не региональные, а привлечены инвестиции федерального масштаба в выигранный грант. Потом кластер строительства. Они, кстати, очень хвастались этим оборудованием. Да, технический колледж, это в Уссурийске. Региональный железнодорожный колледж также в Уссурийске. Это машиностроение таким склонным на железнодорожное. Плюс у нас сельское хозяйство. Уссурийский агропромышленный колледж, где так же больше, чем на 100 миллионов рублей и тренажеры, и настоящие комбайны, и трактора, и ребята. Оно же, понимаете, сейчас же современное во многом еще в цифре, что называется. То есть совсем не тот комбайн, который был там 30-40 лет назад. Да, конечно. Сейчас можно сказать, он такой во многом роботизированный, и на нем интересно работать. Вот в этом году мы три кластера открываем. Это по педагогике, дошкольное образование, начальное школьное образование. Это в Спаске педагогический колледж. Базовый Владивостокский базово-медицинский колледж. Вот там по медицине открываем. И плюс у нас еще на базе колледжа Владивостокского государственного университета в этом году открываем кластер по туризму и гостеприимству. Это вот все, что связано с услугой. Там другое оборудование. Да, да, да. Интересно, какое? Ну, там тоже, это то, что связано с гастрономией, то, что связано с гостиничным и рестораном. Там, кстати, партнер, ну, Тайгер, как это там, секьюрити, что ли, ну, вот где и горная зона, там крупный партнер, который взаимодействует с университетом. Еще один кластер, который в прошлом году мы также запустили, это по логистике морскому транспорту на базе морского государственного университета. Очень популярная сейчас отрасль. Да, вот вам, пожалуйста, вот восемь таких кластеров, это крупные. Не говоря о том, что и каждый отдельный еще колледж, который внутри этих кластеров, по этим отраслям. Вот по энергетике мы сейчас заявились на конкурс грантов как раз в области энергетики. Ну, кроме этого... Федеральных, видимо, грантов. Да, да, да. Кроме этого, там Роснефть сделала отдельный заказ как раз по электромонтажникам судовым. Я уж не знаю, насколько они отличаются от, так сказать... От тех, которые на суше. Да, да, на суше, но вот у них прям отдельный заказ, и мы в этом направлении работаем. Вот в этой связи мне хотелось бы спросить, вы понимаете, как вам повезло, как вы оказались в нужное время, в нужном месте? Вот именно тогда, когда оборудование самое современное, когда идет чемпионат профессионала, это надо было очень так подгадать, родиться вот именно в этом поколении. Тут повезло, что с чемпионатами мы удачно попали, и на оборудование, и на все. А попасть сложно было? Отборочный какой-то тур был сложный? Ну, в нашем случае нет. Это была по большей части наша группа и колледж из Паска. Ну, то есть тяжелее было уже на России. Ну, получается, вот когда отбирали, да, вот, наверное, из группы энергетиков тоже отбирали лучших? Ну, да, то есть, ну, было определенное количество мест, которое должно быть, и уже из них смотрели. Ну, когда набралось, если больше мест, которых есть, то проводили как бы свой внутренний чемпионат, и уже из них отбирали, кто пойдет на региональный. Мы буквально на прошлой неделе снимали как раз участников чемпионата профессионала, вот первые, кто только вот вступили в региональный этап. Это были сварщики. Я узнала много новых терминов. Они просто вот ими оперируют. Говорят, аргоновая сварка, такая сварка. Есть девушки-сварщицы, оказывается. На предварительном этапе они должны были показать сварку на алюминиевых каких-то деталях. То есть, ну, прям очень интересно. Они сваривали элементы будущего судна. Ну, макет, но тем не менее, да, проверяли там прочность швов. То есть, ну, картинка прям вот впечатляющая, правда. Не знаю, вот, Сергей Викторович, вам не кажется, что это какое-то частичное возвращение, может быть, советского прошлого? Или это все-таки вот улучшиведный его вариант такой? Ну, даже не знаю, как ответить. Я бы так сказал. Элементы из советского, лучшего советского прошлого, несомненно, присутствуют. Но понятно сейчас, и технологии совсем другие, и требования другие. Если в советское время, кстати, и в этом большое отличие, тогда либо шли и получали рабочую профессию, либо там специальность среднего, ну, там, для специалистов среднего звена. Сейчас ребята, получая вот специальности, вот они сказали, они уже и сейчас имеют рабочую профессию. Сейчас и ребята на выходе, помимо основной, имеют еще дополнительные, и мы всячески приветствуем их дальнейшее развитие. Они еще не закончили, и уже имеют рабочую профессию. Да, да. Вот, и там, где у них будут смежные, какие-то межотраслевые, мы только приветствуем в этом направлении тоже развиваться. Для того, чтобы они были более конкурентоспособны на рынке труда. Ну, а это, соответственно, их мотивация для собственного развития. Наверное, есть возможность получить высшее образование по этим специальностям потом. И оно вообще нужно, оно требуется? Ну, смотрите, конечно, есть возможность. Более того, ребята, которые закончили колледж, у них несколько там другая траектория. При поступлении там можно по баллам ЕГЭ поступать, а можно по внутренним экзаменам... Сокращенность. Если вы двигаетесь потом, ну, по тому же профилю, что называется, там, технические специальности, в этом отношении есть возможность. А нужно им там высшее образование? Не нужно будет. Я думаю, это им и жизнь покажет, и опыт. И я думаю, сами же их наставники на предприятиях, им же и подскажут, скажут, там, есть необходимость им получать высшее образование, они туда двигаются. Ну, я так думаю, может, что-то ребята свои мысли тоже скажут. Ну, вот хотели бы получить дальше какое-то общее образование? Хотели бы получить высшее, то есть чтобы оно было. Вдруг ты захочешь стать министром энергетики, да? Внезапно. Да и так оно поможет, то есть при подъеме выше на должности. Хотя у нас, ну, как я на ТЭЦ знаю, обычно все вышли из колледжа, и потом их просто отправляли учиться в институт, ну, и повышали до инженеров, и выше. А есть какая-то конечная цель, которую видишь перед собой? Ну, пока особо нет, пока стать инженером, дойти до инженера, там уже будет видно, да пойму специальность. Сейчас вообще технические специальности очень востребованы. Кто был вашими соперниками на чемпионатах, с кем соревновались? Вот Артем, вот региональные. На этапе, так сказать, отборочных соревнований было 12 участников, то есть различных городов, то есть это вроде как Черниговка была, Спасок Дальний. Кто сильнее? Где сильнее люди? Большой Камень еще был. Где сильнее? Где чувствуется база сильная? Ну, кроме вашего колледжа, конечно. Ну, у меня прям соперником вроде Черниговка и вот Большой Камень вот показались. То есть... Серьезными соперниками? Тоже были знающие и умеющие, так сказать, люди. А расскажите, может быть, о том, кем работают ваши родители, вот, например, да? Может быть, это откуда-то в семье идет стремление вот до такой технической специальности, нет? В моем случае нет. Нет? У меня больше пограничная служба, то есть, ну, и по большей части как-то больше оттуда, если так сказать. Ну, ибо с армией связано было. Ага, все понятно. То есть там электриков, энергетиков не было в роду специалистов по релейной защите? Ну, только дедушка, но он все. Он учился везде, все получал. Дедушка был энергетиком? Он как бы не был, но он имел и образование, и допуски по этой сфере, то есть. Артем, а вот это у тебя, например? У меня тоже нет. У меня мама по большей части, ну, с бумагами, то есть, бухгалтер, ну, в этом направлении. Не с бумагами, а с деньгами. Да с деньгами, да, правильно. Вот. Тогда какие были причины, какие были мотивы, когда выбирали профессию вместо учебы? Ну, изначально я хотел идти, получается, в медучреждение. Медиком. Да, но там надо было закончить 11 классов. И я как закончил 11 класс, у меня бы, ну, скорее всего, сразу забрали в армию. И потом мне уже не надо было бы никакое образование. Ну, скорее всего. Поэтому, ну, мне просто родители, ну, наставили идти на электрика, ну, на судового. А там по здоровью не прошел. И вот, единственное, вот, ну, в моем колледже, так сказать, приглянулось место. Получился электрик сухопутный, но будем надеяться, что тоже вполне неплохой, правда? Ну, да. Сергей Викторович, каковы сейчас уже промежуточные результаты чемпионата профессионала? Что сейчас известно? Какие компетенции уже закончились? Какие еще впереди? Ну, смотрите. Ну, вот, в субботу я был в Арсеньеве. Ну, там было одно мероприятие Ванучино, а потом я в Арсеньеве присутствовал там на площадке, там, инженерный дизайн, там, саппорт. То есть это тоже вот когда ребята прям проектировали детали, выполняли эти сложные задачи. Ну, вот, ребята по ралейной истории зашли. Я полностью не могу сказать, какие прямо сейчас уже прошли, ну, про прошли. Но, как я говорил, вот за прошлую неделю и вот в течение этой недели всего у нас 94 компетенции. 94 компетенции. Да, компетенции, по которым ребята проходят. Каждый день во многих колледжах, в разных частях Приморского края проходят вот эти соревнования. И не только студенты, у нас есть еще и юниорские. Школьники. Да, юниоры. Ну, вот я был в Арсеньеве, потому что могу сказать, увидел наглядно. Там была еще и линейка, когда и школьники тоже решали эти задачи там в течение нескольких дней. А промежуточные результаты будут ровно для нее. Всегда будет победителя, всегда будут проигравшие. Для проигравших, ну, в таком формальной вещи, это мотивация для того, чтобы быть еще лучше. Дальше заниматься. Да, ну, в свое время я вот тогда, когда по Олимпиадам там участвовал, там, из олимпиоников по химии, вот. Я тоже там не сразу победил, но я каждый год, там, 13-е, 5-е. А вы вспоминаете, как мы зарядовались. Да, да, да. И это была для меня мотивацией. Но главное... Это надо быть очень упорным, чтобы проиграть и идти дальше. Да, это же надо победить еще и тех, кто в прошлом году был выше тебя. Вот, наверное. Но главная тут мотивация еще и в том, что для каждого участника, да, там, парня, девушки, это еще и новый жизненный опыт, новые знакомства, новые для себя победы. Потому что они, в любом случае, каждый победил как минимум себя. А родители болеют за вас? Да, разумеется. Болели, естественно. Знавали? Звонили? Да. Что советуют? Стараться. Стараться и больше тренироваться, чтобы идти к цели. Очень здорово. Ну что, мне хотелось бы пожелать вам удачи. И в продолжении интересно, как пройдет, например, российский чемпионат, российский этап чемпионата профессионалы. Это же совсем другой уровень. И когда приезжают к нам представители разных регионов, и как следят эксперты. Особенно нравится мне очень наблюдать за экспертами. При соревнованиях в рабочих специальностях, там есть специальные видеокамеры, которые следят за каждым участником. И они вот на экране ищут своего и смотрят на него просто не отрываясь. Они с таким вниманием следят за тем, как вот их ребята. Ну, мы наблюдали за сварщиками, да, поскольку я наблюдала сварщиков, то вот имею такой опыт наблюдения. Они просто вот каждый шов, как сработал прибор, как сработал электрод. Один из конкурсантов сказал, я говорю, ты волновался? Тоже зовут конкурсанта Данил. Он говорит, я не волновался. Я только злился, что электрод не сработал. То есть там очень-очень много нюансов. Очень интересно наблюдать за представителями разных специальностей. Сергей Викторович, я не знаю, нужны ли еще какие-то доводы для того, чтобы звать новых участников чемпионата профессионалов? Нет, тут у нас просто сама система выстроена таким образом, и логика, в которой мы работаем, что каждый студент, каждый учащийся, все равно проходит через практическую подготовку по своей специальности. Кто-то там участвует в отборочной, как вот ребята говорят, у себя, кто-то потом выходит на региональный уровень, кто-то на национальный уровень, а кто-то потом все равно сталкивается с другой формой, в любом случае преодоления. Это демонстрационный экзамен, когда на выпуске он не рассказывает, чему его научили, а он прям реально решает производственную задачу. Реальную. Реальную производственную задачу по результатам решения этой задачи, он получает итоговую оценку и, условно говоря, диплом на выпуск. Ну, это, мне кажется, просто лучший результат, когда студент приходит на итоговый экзамен практиком. Да, и экзаменаторами являются. Не преподаватели, которые здесь учили его, в первую очередь, а именно те производственники, которые потом и трудоустраивают. Одновременно видят, как говорится, лицом профессионалов. Я благодарю вас за беседу. И сегодня мы в программе «В центре внимания» говорили о чемпионате профессионала, региональный этап, которого проходит сейчас в Приморском крае. Спасибо вам большое. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok